О чем было евангельское чтение? О Бесноватых. Регион. О Бесноватых. Гадаринских. О Гадаринских Бесноватых. Это Евангелие от Матфея, 8 глава. После того, как Христос удалился от моря, последовало другое страшнейшее чудо. А на море он в бурю утишен. «Беснующиеся, как злые беглецы, увидев Господа, говорили, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежней времени мучить нас?» 29 стих 8 главы. Тогда, как народ почитал его человеком, бесы пришли исповедовать его божество. И те, которые оставались глухими при возмущении и украшении моря, услышали демонов, взывающих о том, о чем возвещало море своей тишиной. Потом, чтобы слова их не показались лестью, они самым опытом доказывают и истину. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Потому-то, прежде всего, они и сознаются в своей вражде, чтобы их прошение не подверглось подозрению. Действительно, будущие пронзаемые, воспламеняемые и претерпевая нестерпимые мучения от одного только присутствия Христова. Они невидимо подвергались истязаниям и обуревались сильнее моря. Тогда, как никто не осмелился приблизиться к ним, Христос сам подходит к ним. По свидетельству Матфея они сказали, «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Другие же к этому присовокупили и тот, что бесы умоляли его и заклинали не вергать его в бездну. Они думали, что уже настало время их наказания и боялись, как бы уже имеющие подвергнуться мучению. То, что Лука упоминает об одном бесноватом, тогда как Матфей говорит о двух, не показывает между ними разногласия. Разногласия между ними оказывалось бы только тогда, когда бы Лука сказал, что один только был беснующийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул о том только, который был лютейшим из них, почему и бедствие его представляет более плачевным. Говоря, например, что он, расторгалые узые оковы, блуждал по пустыне, а Марк свидетель, что он был, то он еще и бился о камне. Варя, сядь, слушай, хорошо. Смотри на меня сюда, слушай. Сядь на стульчик, хорошо. Вот так вот. Повернись и слушай внимательно. Но почему они любили жить в грабах? Потому что им хотелось во многих посеять пагубное учение. То есть, что души умерших превращались в бесов, чего никогда не должно даже и в уме представлять. То есть, среди народов было такое, что бесы – это души умерших превращаются в бесов и поэтому пугают людей. Ты скажешь, что сами бесноватые взывают. Я – душа такого-то человека. Но и это хитрость и обман дьявола. Не душа какого-нибудь умершего вопиет, а притворяющийся так демон для опольчения слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла бы войти и в свое тело. Притом, нельзя представить, чтобы душа, обиженная, стала содействовать обидевшему ее, или чтобы человек в состоянии был изменить свою бестелесную природу в другое существо. Но, если невозможно это в отношении к телам, так как никто не может превратить тело человеческое в тело ослинное, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не может превратить в существо демонское. Но, может быть, кто спросит, для чего Христос исполнил просьбу демонов по золу им войти в стадо свиное, я схожу на это то, что он сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы освободившимся от этих злых мучителей показать величие вреда, причиняемое им этими злоумышленниками. И, во-вторых, для того, чтобы всех выразумить в том, что бесы без его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям. И, в-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже, нежели со свиньями, если бы те в таком несчастье не удостаивались великого промышления Божьего. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, то в одно мгновение всех их, но в одно мгновение всех их низверги в бездну, то тем более сделали бы это содержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили по пустыням, если проведение Божие и при всем самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! При счастье!